У меня есть как бы, я, ну, стараюсь, чтобы, чтобы у меня получилось, так скажем. Привет! Нападающий Владимир Ткачев этой ночью провел первый матч за Онтарио. Он сделал голевую передачу, а его команда обыграла Хендерсон. Что вам еще рассказать? Владимир нанес один бросок. У него 12 номер. Плачьте те, кто не верил в нападающего. Никто из российских игроков не забил этой ночью в НХЛ, хотя Егор Ченахов нанес три броска. Может быть, некоторым пора прорабатывать российский вариант? Виталий Кравцов получил разрешение от Рейнджерс переехать в КХЛ. В ближайшее время он станет игроком трактора, если договориться о сумме контракта. В последнее возвращение хоккеист был едва ли не самым низкооплачиваемым. Больше он на такое не пойдет, иначе будет требовать обмена. Но, наверное, с клубом договорятся, так как в тракторе дали понять, что не намерены торговать правами. Хотя подумать над этим стоит. Вдруг компенсация будет интересной. Не думаю, что в клубе бы отказались от приличного защитника. А сейчас есть Динамо, раздающая хоккеистов. Но пока этот вариант обсуждать нет смысла. Теперь Анвару Гаттиатуллину нужно будет найти место для Виталия. За три месяца, что идет сезон, включая летние турниры, у челябинцев уже есть формированные связки. Разрушать их тяжело. Кроме того, совершенно непонятно, в какой форме Кравцов. Он готовился к тренировочному лагерю в НХЛ. Принимал участие в выставочных матчах, но с тех пор прошло много времени. Готов ли он к большой нагрузке? В прошлом сезоне в тракторе ставили его то на левый фланг, то на правый. Хорошо получалось в тройке с Седлоком и Гикой. Неплохо было с Калининым и Бывальцевым. Пару раз был совсем какой-то странный эксперимент с Авциным и Полыгаловым. Но этим летом трактор серьезно укрепился. Мест нет. Сейчас травмирован Гика, и его с успехом заменяет Виталий Абрамов. Казалось бы, можно было подвинуть бывшего игрока от Тавы, но у него отлично получается с тертышным и Седлоком. Из топ-6 не вытеснили ни Никиту, ни Сергея Калинина, который выполняет много черновой работы, ни тем более Пулкинина. Получается, что Гатиатуллин попробует Кравцова с Ткачевым и Основиным, или с Абрамовым. Но ведь это без большинства и максимум 15 минут игрового времени. Кроме того, у игроков команды хоть и стало больше свободы, но третье звено все равно должно обороняться. В прошлом чемпионате Виталий набрал 27 очков в 51 матче. Это почти половина очка за игру. Сейчас по такому или лучшему графику идут многие. Но из прямых конкурентов дела хуже у Абрамова и Основина. Вероятно, кого-то из них он и подвинет. Вратарь Алексей Мельничук провел полный матч за Барракут из Сан-Хосе и потерпел второе поражение в сезоне. Немного пугает, что у него очень плохой процент отраженных бросков ниже 87%. Возвращаться Алексею некуда. Вскав вратарей на три команды. Нефтехимик, обыграв какую-то посредственную команду, поднялся на седьмое место в Восточной конференции. Сибирь опять вне зоны плывов. Но тренеров меняют в молодежной хоккейной лиге. В молодежной хоккейной лиге уже четвертая смена тренера. Ранее досрочно были прекращены отношения со специалистами из СК-1946, СК-Варягов и Академии Михайлова. Питерцы пошли на такой шаг исключительно по спортивным причинам. Этим клубам запрещено проигрывать с любым составом. В Туле менять тренеров региональная привычка. Там за два года поменяли то ли 6, то ли 7 человек. Теперь пришла очередь Атланта. Подмосковная команда кажется единственной в стране, у которой два генеральных менеджера. Клуб курирует представитель Спартака, ведь формально матищенцы входят в систему красно-белых. Плюс половина акций у Московской области и там тоже решают свои задачи, хотя непонятные какие. До последнего времени команду возглавлял Андрей Лунев, очень интересный специалист, славящийся своей эмоциональностью во время матчей. Он кажется рекордсмен лиги среди тренеров по удалениям до конца игры. Если Лунев не кричит на судей, то сильно достается хоккеистам прямо на скамейке и тренер не стесняется в выражениях. Правда, мата там немного. Но никто из игроков не жаловался, а в прошлом сезоне Андрей Лунев неожиданно вывел Атлант в плов впервые за 6 лет. Невероятное достижение для клуба, где весьма специфическая селекционная политика. Теперь его решили поменять. Спортивных поводов не было, но кажется, что один из генеральных менеджеров победил. Команду возглавил Олег Кваша. Чем занимался бывших кейс в последнее время не совсем понятно. Он пробовался на роли эксперта на ТВ, выступал за ветеранов и ездил на различные торжественные мероприятия. Летом я видел его в Сочи, он помогал Сириусу работать с хоккеистами. Теперь ему дали целый клуб молодежной хоккейной лиги. Интересный эксперимент. Но ведь после окончания карьеры Кваша не очень и стремился тренировать. Видимо, все остальные занятия показались ему бесперспективными. Олег завершил карьеру 6 лет назад, а теперь решил попробовать что-то новое. Борис подписал контракт с нападающим Томашем Юрчи. 12 лет он находился в Северной Америке, а в прошлом сезоне ни разу не забросил в 8 матчах за Вегас. И последнее. Главный тренер одной из сборных России Алексей Жамнов заявил, что переговоры Ильи Ковальчука с НХЛ помогут снять дисквалификацию с Евгения Кузнецова. Если это произойдет, следующая должность Ковальчука – министр иностранных дел в любой стране. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...